Яркие пейзажи, уютные натюрморты и нежные портреты украсили стены художественного салона города. Это две персональные выставки великолугских художниц Натальи Моравской и Регины Максименковой, объединенные общим названием «Жизнь на холсте». Глядя на их картины, трудно поверить, что эти талантливые женщины начали писать совсем недавно, около шести лет назад в мастерской члена Союза художников Российской Федерации Владимира Ржиховского. В экспозиции представлено 17 работ Натальи Моравски. Художница одинаково виртуозно пишет совершенно разные сюжеты – зимний лес, весенние и летние пейзажи с глубокими тенями, монастыри, яркие букеты цветов. Своё вдохновение Наталья черпает в полотнах русских классиков и придерживается канонов академической живописи. Работы художницы рождаются в Союзе вдохновения и кропотливого упорного труда. Вдохновляют меня, конечно, наши русские классики, наши художники. Такая вот классическая живопись мне больше нравится. Ну там натюрморты больше люблю, пейзажи, ну цветы, конечно. Я пишу обычно одну работу, если я берусь за одну, я её пишу. Я не могу вот так писать, две работы, три подряд, как бы так вот одновременно. Ну пастель меня ещё привлекает, конечно, очень такая интересная техника и вообще. Картины Регины Максименковой в свою очередь отличают то, что в них практически отсутствует чувство времени. Зато их наполняют романтика, душевное тепло и нежность, вечные ценности, жизненно необходимые каждому из нас. Среди 22 полотен портреты, натюрморты, а также множество картин, в которых заключена философия русской жизни, воплощённая в мотивах природы. Работы Регины демонстрируют широкий диапазон стилей и направлений, техник и жанров, которые развиваются сейчас в нашем искусстве. Сама художница считает, что ей многому стоит ещё научиться и не собирается останавливаться на достигнутом. Вдохновение мы черпаем, наверное, из окружающей жизни. Это неисчерпаемый источник, наверное, вдохновения. Спасибо Владимиру Иосифовичу за то, что вот он учит нас видеть этот мир, смотреть на него немножко с другой точки зрения, чтобы быть, видеть эти ощущения, красоту этого мира, передавать на холсты. В творческих планах очень хочется, вот я перешла сейчас, начала писать портретное, вот хочется всё-таки передавать эмоции людей, мимику, настроение. Поздравить с открытием выставки Наталью Маравски и Регину Максименкову пришли коллеги и родственники, а также педагог Владимир Оржиховский. Хотелось бы сказать, что это у нас не первая выставка, да, это у нас вторая профессиональная выставка, групповая, можно сказать, да. Ну, хочу сказать, что девчонки очень хорошо выставились, ну, как, на мой взгляд. Есть и свои работы, есть копии, в общем, мастерство, как видите, хорошее. Ну, пожелать им хочу творческих успехов. В дальнейшем, конечно, хотелось бы видеть много своих работ. Ну, и что, удачи просто в этом, на этом поприще. Увидеть картины Натальи Маравски и Регины Максименковой можно в художественном салоне до 15 апреля.